я москвич и весьма значительную часть своей жизни провожу в общественном транспорте и благодаря тому что общественный транспорт является государственным предприятием вай фай в метро часто работает через жопу поэтому во время долгих монотонных поездок приходится коротать свое время созерцанием едущих вместе с тобой пассажиров вот какая-то старая бабка которая мечтает чтобы ты уступил ей место вот молодая но не слишком красивая девушка вот какие-то гопники а вот барышня нацепившая на себя норковую шубу и обвесившаяся с ног до головы золотом она сидит и залипает в айфон последней модели причем это делает она так нарочит и демонстративно как будто очень хочет показать всем вокруг что у нее есть этот айфон отличный айфон ничего не скажешь стоит 100 тысяч рублей у меня на такой денег нет но возникает вопрос если ты такая богатая и влиятельная персона что смогла накопить денег на свой айфон то хрен ли ты не смогла купить себе автомобиль чтобы не ездить в этой быдловозки с нами пролетариями низшим классовым сословием нашего замечательного общества еще меня поражают некоторые люди которые покупают себе часы за 100 тысяч рублей айфон последней модели ходит при этом одеты в пиджак с галстуком и стригутся в барбершопе но при всем при этом ездит на автомобиле хендай соляри с 2012 года выпуска мне кажется что с этими людьми что-то не так по моему у них имеется в глубине своей души сильное желание добиться успеха но не просто успеха а еще и доказать всем вокруг что они не говно собачья а что они состоятельные и уважаемые личности и поэтому они тратят всю зарплату заработанную за просиживание жопы в офисе на статусные предметы которые они потом демонстрируют нам крестьянам низшему сословию но их мозг почему-то не в состоянии постичь то как устроен мир на самом деле и по этой причине они допускают грубые ошибки за счет которых становится понятно какой социальный статус у этих людей на самом деле потому что человек который по идее должен иметь норковую шубу за миллион рублей должен быть вполне в состоянии купить себе машину чтобы не ездить в обосранном общественном транспорте вместе с бомжами и бабками которым надо уступать место и причем эта машина должна быть не сраным хендаем солярисом такому богатею надо иметь как минимум ниссан тиана но просто потому что у людей будет складываться впечатление что ты пускаешь им пыль в глаза претворившись богатым и состоятельным человеком а сам при этом еле сводишь концы с концами потому что набрал миллион кредитов ради того чтобы поддерживать свою дорогостоящую иллюзию успешности но не пойми меня неправильно я считаю что нет ничего плохого в том чтобы понтоваться и я даже не против того чтобы пускать людям пыль в глаза выдавая себя за того кем ты не являешься до понтусь это сколько угодно но если уж ты понтуешься то делай это так чтобы у человека как минимум не было никаких сомнений в том что твой социальный статус реально соответствует тому как ты выглядишь ах да чуть не забыл канал андрея сабирова подпишись на него потому что он стоит твоего внимания андрей снимает качественные видосы на актуальные темы и делает это весьма талантливо так что даже мне нравится ссылку на его канал ты найдешь в описании спасибо за просмотр